Почему возник такой проект, почему возник такая идея и хочется ее очень реализовать? Мы часто встречаемся с тем, что этим помогают люди, но зачастую просто не знаем, с чего начать, куда прийти, кому помогать. У нас нет данных, кто же хочет помощи, кому нужна эта помощь. Поэтому наш проект «Помощник-волонтеры» как раз-таки поможет таким людям найти тех, кому нужна помощь и как-то применить свои знания, силы, умения, какие-то профессиональные навыки именно в благотворительной деятельности. То есть как у нас работает проект «Помощник-волонтеры»? Это предложение будет работать в виде теста, пройдя который, волонтер узнает, какая конкретная помощь, где, когда и кому нужна. То есть будет составлена база помощи, которая нужна каким-то определенным людям, и волонтеры смогут к этой базе обращаться. Как будет об этом тест? Как и при том тест, у меня будут вопросы, которые нужно будет отвечать. И волонтеры можно будет определить с тематикой. Например, например, с такой. Кому именно хотелось бы помогать? Может быть, это будут дети, может быть, это будут одинокие матери, может быть, это будут пожилые люди, может быть, люди с отраженной бич-инфекцией, или люди с какой-то другой проблемой, которая именно волнует данного конкретного волонтера. Затем, когда определиться, например, с тем, кому он хочет помогать, волонтер может определить, как он хочет помогать, а именно материально или дело. То есть какое-то нет времени, кто-то зарабатывает деньги, но кто-то понимает, что он хочет положиться в какое-то благородное дело, и пожертвовать какие-то определенные деньги на тот или иной проект от какой-либо благотворительной организации. Другие же, наоборот, у них есть силы, есть время, у них нет денег, и они могут буквально приходить в дом какой-нибудь нуждающейся семьи или к бабушке, мыть, например, окна, полы, еще что-то делать. Далее волонтеры будут предлагаться обозначить свои профессиональные науки. Некоторые люди хотят помогать именно в той сфере, в которой они являются профессионалами, потому что они знают, что тогда они окажут действительно качественную помощь, и человек получит то, что ему нужно. Но есть такие люди, которые волонтерством и благотворительностью занимаются, когда есть свободное время, когда хочется, может быть, включать работы от своих каких-то профессиональных дел и помогать в той сфере, в которой им им нравится. Например, если ты экономист, тебе не хочется в свободное время опять же тратить на экономику, на расчеты, все на что-то, но в то же время ты хорошо фотографируешь или рисуешь, или пишешь. Ты можешь свои навыки какие-то внешние запустить. Именно эти навыки используют для помощи. Также можно будет определиться в тесте с географией местности, где хотелось бы помогать, с тем, как часто хочется помогать. И, наверное, в процессе разработки этой программы у нас возникнут еще какие-то вопросы, которые следовало не задать волонтеру, который хотел бы помочь. В заключении, когда человек прошел тест, ему дается ответ, что же он может сделать. Например, он может помочь сделать ребенок на артире какой-нибудь одинокой маме, который родной ребенок, и который не может с этим сама справиться. Если он профессионал и хочет помогать ему профессионально, он, например, сможет провести консультацию психологическую или юридическую для тех, кто в этом нуждается. Если человек дизайнер, он может, например, поучаствовать в проекте для создания социальной дипломы для какого-то благотворительного фонда, для какой-то благотворительной идеи. И так далее. То есть главное, когда волонтеру дается ответ, что же и как же он может помочь, то указывается телефон и адрес места, где нужна эта помощь. В итоге такая программа, которую мы сейчас, получается, хотим сделать, она позволит людям, которым нужна помощь, и тем, кто хочет помогать быстро находить друг друга. Я рассказала именно о том, как волонтер найдет путь и место, где нужна помощь, человеку, которому нужна помощь. Но в то же время пока остается открытый вопрос, как люди, которым нужна помощь, будут рассказывать о том, что они в чем вознуждаются. Это может быть работать так. Например, человек, которому нужна помощь, звонит в определенную благотворительную организацию и говорит, мне нужно так, кто-то, кто-то. Человек, как благотворительная организация, уже вбивая в базу данных, то, что нужно этому человеку. Второй путь, когда благотворительная организация будут сами заходить в это приложение, будет открытый доступ, и они будут постоянно обманять ту помощь, которая вам необходима. И помощь, которая им наступает, именно по словам, может быть, к ним люди в офисе приходят. Отлично. Вот примерно так. Примерно такая идея. Примерно так хотелось бы ее реализовать. Но еще раз повторю, что пока остается открытый вопрос, как же будут люди, которым нужна помощь, заявлять о ней. И я думаю, что в течение двух дней мы разработаем эту идею, может быть, и нам быть еще более гениальнее, чем так, что есть девать.